добрый день дорогие друзья я рад приветствовать вас на своем канале видео сегодня необычное мы будем рассматривать проект двухэтажного дома этот дом выполнен из газобетона и обложен будет кирпичом то есть такой проект проект довольно таки интересный вот в общей сложности будет 130 квадратных метров этого дома вот сейчас покажу как будет выглядеть вот то есть таким образом вот в проекциях так что хотел еще сказать по этому проекту то есть в чем примечательно будет это видео в том что мы вместе с вами будем рассматривать полностью весь проект он состоит как мы видим 43 страницы вот здесь мы подробно рассмотрим все нюансы которые спорные которые возможно архитектор где-то не усмотрел где-то не учел потому что часто такое бывает что проекты не всегда бывают совершенными вот поэтому есть такое преимущество этого проекта что мы его досконально разберем не будем слишком спешить вот как раз я подгадал что есть возможность с работы у меня не так напряженно сейчас потому что новогодние праздники вот поэтому я думаю есть возможность досконально разобрать и обсудить вместе с вами то есть возможно поделиться каким-то опытом возможно где-то вы меня где-то в чем-то поправить и будет возможность досконально разобрать этот проект еще в чем примечательно примечательно в том что под по завершению детализации этого проекта обзора всех узлов и то есть всего что здесь будет приведено в этом проекте мы сможем дальнейшем рассчитать смету по этому проекту на основании этого проекта и таким образом у нас уже будет готовый проект полностью вместе со всеми вопросами со всеми вытекающими которые возможно часто с которыми сталкиваются строители когда уже начинают строить дом вот я считаю будет интересно если вы еще не подписались на мой канал не забудьте может сейчас поставьте видео на паузу и подпишитесь на мой канал если такое еще не произошло если уже подписались принимайте активное участие в каждом видео вот я соединю все видео в один плейлист вот и в описании будет ссылочка на этот плейлист кто-то вдруг пропустит какую-то часть чтобы иметь общее представление нужно все конечно же просмотреть эти видео вот чтобы не потеряться в проекте потому что я еще раз повторю 43 страницы мы будем рассматривать конечно не за одно видео потому что для этого я не знаю сколько время понадобится но за за одно видео это практически невозможно рассмотреть вот то есть мы будем разбивать это на отдельные видео и под каждым видео высказывайте свои свое мнение пишите комментарии обязательно то есть это приветствуется и я только за за то чтобы где-то вы меня во в чем-то поправляли или наоборот говорили что да это действительно так это вы так делаете допустим или это согласуется с гостом и снипом вот потому что еще раз повторю что проекты не всегда бывают совершенными в каком отношении то есть архитектор тоже человек тоже может ошибаться где-то вот и где-то что-то от себя может нарисовать и у меня было таких много моментов когда мы полностью разбирали проект строили дом и очень много узлов было спорных то есть которые не соответствовали а возможно они соответствовали каким-то стандартам но они не соответствовали реалиям то есть реально это нельзя было сделать и последствия были бы просто-напросто катастрофическими для строителей для дома вот поэтому еще раз повторюсь не забудьте подписаться сейчас мы возвращаемся а еще такое вот ну если уж говорить полностью обо всем проекте как вводное такое и то есть мы будем потом разбирать смету подробно опять же по смете будет также полный обзор по всем по всем элементам начиная от сколько стоит песок как рассчитать то что он будет трамбоваться вот эти все формулы все 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 то есть чтобы не было никаких подводных камней чтобы полностью все учесть вот это очень важно потому что вот у нас был последний объект по проекту рассчитали заказчик рассчитал 900000 на материал то есть подобный дом был тоже около 100 130 квадратных метров ли 120 но около того вот и впоследствии то есть из-за того что он какие-то мелочи не учел у него за миллион перевалило то есть ну не совсем приятно в каком плане то что заказчик рассчитывает определенную лимит вот он планирует уже дальнейшие расходы например купить там мебель провести газ там еще что-то ну много что планируется в дальнейшем конечно это понятно тот же внутренний ремонт на какую ногу сделать но из-за того что не точно рассчитал смету это чревато тем что от всего этого потом отказываешься и живешь в голых стенах вот это неприятный момент поэтому нужно заранее вот это все предвидеть и об этом всем рассказать как раз вот это видео и посвящено этому хочу такой вроде проект обиходный в каком отношении что 130 квадратных метров это для обычной семьи то есть нормальный домик не сказать что слишком большой не сказать что маленький то есть такой стандартный проект от меня попал в руки вот спасибо компании everest строй вот и в дальнейшем после окончания всего обзора я наиболее активным участником кто будет принимать участие то есть обсуждать делиться возможно репостить эти видео вот социальных сетях вот я потом подарю просто этот проект в pdf формате таким образом я считаю идеальный будет вариант для всех принимать участие вот приступим давайте ознакомимся с оглавлением проекта так переходим на первую страницу так как я еще раз повторял то есть проектная документация дом 130 квадратных метров вот у нас ведомость рабочих чертежей сначала общие данные но это вот как раз мы что смотрим вот далее схема габаритных размеров котлована с учетом фундаментной плиты и отмостки здесь о чем идет речь будет то есть все размеры как нужно подготовить выкопать размеры то есть с учета того что будет просыпаться необходимыми там то есть подушка будет то есть трамбовка все это с учета всего вот как раз какой размер выкопать для отмостки для плиты для всего чтобы 10 раз не нанимать уже технику чтобы один раз выкопать все по размерам далее схема габаритных размеров с учетом плиты и отмостки так это с учета котлована то есть получается здесь одинаково написано наверное на одной странице это не поместилось далее пятая страница опалубка чертежей фундаментной плиты то есть уже говорится о том что мы подготавливаем к заливке то есть делаем опалубку как правильно ее делать вот схема расположения нижних арматурных стержней уже начинаем армирование фундамента раскладываем нижние стержни вот следующее идет у нас верхние арматурные стержни как правильно их укладывать в какой последовательности делать во первых сколько их делать и как часто делать поперечное усиление фундамента как это зависит от расположение к углу вот то есть вот эти все моменты и вот рисунок 1 1 2 2 мы как раз это все посмотрим детально следующее будет узел армирования углов вернее верхняя арматура вот то есть мы это нижняя это верхняя далее а здесь как раз верхняя здесь нижняя да а здесь мы опалубочный чертеж чертеж опалубки так все правильно вот и так здесь еще такой момент здесь еще такой момент вот углы как раз от углы то есть вот это очень важный момент потому что многие пренебрегают делают угол как им нравится вот и потом в дальнейшем то есть происходит проседание то есть угол на самом деле очень важен в армировании потому что я еще раз повторюсь что нужно правильно по весе по госту делать вот правильно выводить перехлесты и достаточное чтобы было расстояние перехлеста для того чтобы угол был жестким но опять же есть крайность то есть сейчас кто-то скажет но я с запасом сделано смысл запасом делать это лишний перерасход металл сейчас очень дорогой вот то есть лучше делать точно как требует того гост и таким образом может сэкономить опять же в рамках госта зачем лишнее тоже делать вот далее спецификации элементов фундаментной плиты но здесь имеется ввиду разрезы как что выглядит то есть чтобы кто-то если не понимает наглядно можно было это увидеть вот следующий план первого этажа как выглядит планировка сколько квадратных метров занимает вот схема выпуска сетей здесь имеется в виду уже коммуникации дальше и кладочный план первого этажа то есть уже кладка кладка пошла план перегородок первого этажа вот здесь и газобетон и а здесь только газобетон имеется ввиду да то есть вот здесь вот идет кладочный это дальше так перегородки тоже дальше 14 план второго этажа 15 кладочный план второго этажа 16 план перегородок второго этажа то есть понятно здесь все вот вот пошел фасад то есть вот как то что мы смотрели 13 а г вот как это все выглядит вот эти вот иллюстрации как будет дом наш выглядеть далее фасад кладочный 13 фасад а г но вот как раз да вот эта иллюстрация как выглядит то есть наш дом уже обложены обложенные кирпичом кладочным так фасад разрез разрез фасад так но это все имеется ввиду иллюстрации иллюстрации разрез углы как выглядят то есть все в срезах как выглядит полностью сбор то есть газобетон воздушная прослойка потом еще кладка то есть все это в полностью сборе план расположения при перекрытии то есть также там будут перекрываться первый этаж плитами вот на отметке 270 как они должны располагаться чтобы это было жестко чтобы все было по технологии схема монолитного пояса вот далее схема монолитного пояса второго этажа вот потом будет там еще балки как их правильно делать то есть также там будут заливаться они вот так же вот это отдельная 26 страница будет спецификация балок вот каркас также будет вот следующий план перемычек вот перемычки над окнами вот также будет спецификация перемычек вот и потом переходим и кровли то есть уже рассматриваем как правильно сделать крышу вот стропилы элементов кровли вот сечение кровли опять же иллюстрации вот вентиляционные каналы как правильно сделать их и в каком количестве чтобы их хватило на полностью на этот дом вот и спецификация элементов заполнения оконных дверных проемов вот в принципе вот все что в это будет включено но и единственное единственное что здесь видно пунктов 34 но здесь некоторые объединены поэтому в итоге у нас получается как еще раз повторюсь 43 страницы опять же титульные страницы вот это все считается вот что еще здесь хотел сказать так но здесь такая общая информация климатический район строительства средняя температура но это как обычно пишут когда делают проект так 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 нормативная глубина промерзания грунта 1 и 8 метров вот то есть вот этот момент важен потому что этот фундамент на котором дом будет строиться он рассчитан вот под вот эту нормативную глубину потому что вот в данном случае у нас например в волгограде глубина промерзания 1 и 3 то есть я думаю это подходит наверное и для питера скорее всего то есть для северных городов ну это в принципе будет лишняя перестраховка тогда получается вот этот момент то есть этот проект рассчитан для промерзания грунта 1 и 8 вот так что еще здесь так 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 вот это я честно говоря не мелким шрифтом не обращал внимание ну вроде все так все на этом все так так начинаем рассматривать вот здесь что у нас получается как будет выглядеть этот дом какие у него размеры здание жилого дома то есть двухэтажное без подвала второй этаж будет мансардного типа вот проектируемое здание имеет габаритные размеры в осях 8,20 на 9,75 высота здания конек 7,7 и 7,64 то есть почему разные размеры вот потому что у нас два разных будет размера то есть понятно там разница всего лишь получается небольшой ну то есть можно ориентироваться вот это 7,7 то есть максимальная высота здания вот высота здания карниз 4,10 вот потом за отметку 0 условно принята это чистота то есть как всегда чистота первого этажа чистого пола высота первого этажа расстояние между плитами перекрытия 2,7 метров то есть это между плитами уже чистота чистота получается вот высота второго этажа переменная то есть второй этаж мансардный поэтому где-то будет выше потолок где-то ниже это понятно вот далее конструктивное решение фундамент это монолитная плита толщиной 250-300 вот почему такая разная толщина мы опять же об этом с вами поговорим уже когда будем рассматривать фундамент там вы поймете почему вот стены цоколя получается идут от отметки минус 0,24 до минус 0,01 вот то есть получается соответственно если у нас чистый пол это идет уже готовый стяжка соответственно у нас монолитные стены цоколя они идут ниже ну понятно вот и толщина 510 миллиметров из кирпича керамического то есть это как подготавливается то есть ниже идет цоколь вот единственный кирпич должен быть полнотелый м-150 маркировка 250 на 120 на 65 с последующим утеплением и финишной отделкой вот это очень важно потому что если мы просто положим кирпич и не будем его утеплять то такой кирпич он будет холодный полы будут холодные то есть это очень важно и соответственно кирпич он имеет свойство разрушаться это керамический кирпич который очень хорошо впитывает влагу поэтому утепление будет происходить экструдированного пенопласта типа пеноплекса вот это мы дальше рассмотрим дальше несущие наружные стены выше отметки 0,01 толщина 510 то есть толщина такая же продолжается что в это входит облицовочный кирпич 88 на 250 на 120 воздушная прослойка полтора сантиметра и газобетонный блок D500 то есть D500 это маркировка идет плотности то есть есть маркировка вот это D600 до 500 вот ну эко то есть размеры 250 375 на 600 то есть 600 это длина 250 высота 37,5 получается толщина дальше идет перевязка кирпича с газобетонными блоками каждые 5 рядов кладочной сеткой то есть обычная кладочная сетка каждые 5 рядов вот здесь вопрос спорный кто-то говорит каждые 3 ряда каждые 4 ряда вот здесь написано по проекту каждые 5 рядов вот так что насчет вот этого момента напишите как вы считаете на самом деле на самом деле это соответствует но вот такой проект далее внутренние несущие стены толщиной 250 миллиметров это уже внутренние то есть здесь мы наружнее они 37,5 вот у нас идет размер а здесь внутренние они то есть обычные перегородки они это не перегородки это несущие стены то есть имеется ввиду на которые будут опираться плиты вот они идут 250 блок идет тоже эко 250 аж вот на 300 то есть высота 250 имеется ввиду 300 это но если получается 250 так 300 300 300 это высота наверное так ладно вот этот момент надо уточнить не высота 250 то есть 300 это длина получается дальше здесь 375 на 600 это до 600 ага ааааааа неправильно я прочитал то есть это все одно то здесь высота идет 250 вот до 600 у него плотность 60 это длина 375 это ширина его 375, а здесь вот 300 300 или 375 это я так понял разница вот такой или вот такой то есть наверное там два размера будет но этот момент мы дальше будем уже рассматривать уже в проекте стены вентканалов полнотелый керамический кирпич М150, ну это понятно вот его размер, он в принципе такой же идет и вот он так 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 вот он то есть такой же М150 это идет для цоколя и он же идет для вентканалов, этот же кирпич потом внутренние перегородки блок эко для перегородок уже на 100, то есть у нас получается 3 размера 375 250 и 100 это уже внутренние перегородки вот блок эко и также перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу тоже толщиной 100 вот как получается толщина 100 грубо говоря 75 профиль и с двух сторон гипсокартон правильно да правильно получается 100 вот перекрытие первого этажа сборная железобетонная много пустотные плиты и индивидуальные монолитные участки то есть будет как и плита ложится так же и заливаться будут монолитные участки определенные то есть где более такие сложные моменты вот там будут отдельно заливаться они крыша стропильная утепленная в пространстве деревянных стропил покрытие металлочерепица свет карниз свес карниза 500 от края стены внутренняя лестница индивидуальная деревянная вот это что входит в проект наружная дверь стальная утепленная дверь в тамбуре деревянная утепленная внутренние двери деревянные оконные блоки ПВХ профиль то есть пластиковый с двухкамерным стеклопакетом внутренняя отделка определяется заказчиком понятно то есть без внутренней отделки вот все в принципе что хотел в этом видео пока рассказать потому что видео такое получилось как ознакомительное дальше мы уже рассмотрим отдельные чертежи котлована вот так вскользь пролистаю возможно кому-то будет интересно посмотреть заранее все что как будет выглядеть этот проект вот то есть мы уже детально рассмотрим все узлы насколько они соответствуют реальности вот как это все будет выглядеть когда мы это все построим вот у меня уже приходилось такие проекты разбирать поэтому есть опыт я думаю будет интересно обсудить это все вот так сделаем вот они о чем говорили крыши то есть все узлы и комплектация окон так все что хотел показать если вам данный проект интересен обязательно еще раз повторюсь подпишитесь на мой канал поставьте лайк под этим видео по возможности сделайте репост еще раз повторюсь что мы в дальнейшем будем рассматривать весь проект детально и посмотрим не хотелось спешить потому что время в принципе еще до весны есть хотелось более детально лучше обсудить каждые моменты и узлы в этом проекте можно вскользь конечно пробежать все показать но я думаю толку никакого не будет вот и дальше мы еще раз смотрим смету смету я думаю грамотная смета построенная по проекту это я считаю даже важнее чем сам проект потому что очень часто на нашей практике происходит недоделок много вот последний у нас объект был построили по проекту который заказчика просто не хватило денег на внутреннюю отделку максимум электрику сделал у него внутри остались голые стены почему все потому что он не учел мелочи не учел мелочи которые то есть вытекли в общей сложности хорошую сумму которую он не рассчитывал поэтому чтобы такого не было я считаю нужно рассматривать такие проекты досконально разбирать если есть какие-то вопросы есть какие-то замечания или пожелания пишите в комментариях пишите обязательно это обсудим обязательно решим это все вот еще раз повторюсь сейчас время у меня пока свободно я думаю будем заниматься этим вплотную вот подпишитесь на канал сделайте по возможности репост как я еще повторил вот и в конце проекта я вышлю активным участником уже в pdf формате этот проект если кому нужно будет все на этом все до новых встреч до новых встреч до новых встреч